дорогие друзья всем доброй ночи я хочу сейчас поговорить с вами по душам а именно с практиками и еще раз им напомнить о том что они должны время от времени думать и о себе помнить что им нужно восстанавливать силы отдыхать привести себя в порядок работа она конечно не терпит и всегда чем больше ты будешь делать тем больше будет людей которым нужна твоя помощь вчера например мне подняли настроение сегодня в том числе потому что люди с которыми я работаю были очень довольны это очень приятно когда тебе пишут вообще я считаю что нужно общаться непосредственно с человеком который с тобой работают они с их секретарями какими-то помощниками это правильно согласитесь потому что у тебя прямые вопросы должны идти именно к тому человеку который с тобой работает если у тебя что-то непонятно что-то не то чтобы этот человек добил эту ситуацию доделал уговорить ты должна именно с этим человеком поэтому естественно все истинные мастера они общаются напрямую неважно как они общаются перепиской ли там смс ли голосовой или созваниваются но в любом случае вы знаете что вы общаетесь с этим человеком и спокойно можете как бы любую минуту говорите с этим человеком что у вас получается что нет у меня всегда условия изначально когда я говорю с людьми когда я берусь за их за их проблему я говорю что у меня самое главное условие что вы должны быть на связи все время должны мне дать знать что у вас уже получилось что еще нет когда уже все будет так как вам нравится и хочется я закрываю эту работу ставлю вам защиту и все и собственно говоря пошло-поехало перемены изменения в себе люди чувствуют уже в первый день когда ты начинаешь с ними работать по-разному каждого человека своя реакция на это все кто-то ощущает энергию прилив сил у кого-то наоборот упадок хочется спать у всех по-разному но в любом случае когда ты напрямую общаешься с человеком который берется тебе помогать тебе легче у тебя есть связь с этим человеком согласитесь ни один секретарь ни один помощник не может сказать и делать то что делаю я секретарь помощник может заниматься моими делами записывать кого-то если конечно столько людей хотя еще раз говорю что практике не берут столько людей у них нету конвейера людей это смешно толпы людей собирать самый легкий вариант я работала в дк и мы могли собрать сколько угодно людей достаточно было сказать что там будут газеты и журналы бесплатно книги какие-то розыгрыши не представляете сколько зевак приходило туда так что собирать толпы людей ведьма всегда держится обособленно у нее всегда своя публика нету там случайных людей поэтому мы всегда помним с кем работали когда и с какой проблемой боролись так вот иногда время от времени нужно восстанавливать свои силы друзья мои всем сразу не поможешь и если ты себя выжимаешь до капли от этого ничего хорошего не будет ни тем людям которые к тебе обращаются не тебе самой вспомните вангу когда она стала всемирно известным человеком сколько на ее плечи навалилось и критики и неприятных высказываний и благодарности и велика ответственность потому что каждый человек теперь тянет силу вчера девушка написала о том что у них толком время засуха я сделаю определенный ритуал потом научу практиков как это делать конечно есть вещи которые мы не выставляем не показываем во первых потому что для обычной публики это шок и непонятно для тураков это повод почесать языки но факт в том что сегодня у них пошел дождь и она мне написала об этом поблагодарила если она пожелает она может написать и под роликом об этом но это не так важно колдуны могут влиять на стихии как и непосредственно своей местности так и в другой местности попросить дождь или засуху для других местности почему бы нет если наказание можно попросить для других людей почему нельзя попросить дождь или засуху в других местах согласны со мной ну вспомните как колдуны воду насылали на целой деревне скажем зверей которые жрали народ это было наказание вспомните как на руси колдуны могли наслать бурю население да или засуху как это насылать и как это остановить и увидели я уже показывал со временем ты достигаешь наивысшей степени мастерства и вы знаете уже начинаешь спокойно относиться к шаромойгам объясню почему они тоже играют свою роль на их фоне конечно тебя сразу видно кто ты есть и кто они во вторых люди которые побежали к ним через некоторое время порченые прибегают к тебе и умоляют помочь может быть поэтому их туда и ведут демоны для того чтобы сожрать их энергию а потом привести к тебе с просьбой восстановить тем самым прославляет твое имя в том числе потому что ты когда это восстанавливаешь естественно тебе идет молю мол 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 но 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 нам это не настолько важно потому что у нас это всегда есть мы спокойно к этому относимся что касаемо чисток у нас есть очень нерушимая просто защита это защита тех сил которым мы служим я уже говорила что если мы живем по их правилам то с нами ничего никогда не случается они нам даже дату с нашей смерти показывают для того чтобы мы спокойно жили и знали что у нас ничего не будет до этого дня но в то же самое время это большая ответственность дорогие друзья мы являемся как берегение своего рода понимаете мы оберегаем свой род и когда наша энергетика устает то это по цепочке может передаваться никаких несчастья никаких ужасных вещей происходить не будет но в любом случае ты чувствуешь что какой-то идет вот ступор какой-то какая-то усталость какое-то нежелание никого принимать ничего делать потом через некоторое время после чистки все это восстанавливается во первых не забывайте что вы призываете определенные силы ваш дом эти силы могут быть разных сфер они могут между собой не ладить они могут создать дома агрессивную среду второй момент вы отдаете очень много сил вам нужно восстанавливать эту оболочку вас утекает сила вы знаете вот смотрите до такой степени я уже мало занималась собой что я завела специального такой блокнот и написал для меня я вот иногда заставляю себя просто сесть и сделать себе определенные ритуалы потому что после этого конечно не очень становится хорошо и восстанавливаюсь я и сон восстанавливается прочее прочее в любом случае вы знаете мы как те древние ведьмы рассыпаемся иногда мне иногда ольга пишет я рассыпаюсь надо спать надо привести себя в порядок и так далее рассыпаемся мы потому что внутри нас живет тысячелетний дух нечто такое некая сущность который нас ведет по жизни в любом случае он древние то и естественно он тоже устает с нами вместе иногда сегодня вот я себе проведу фемиду потом я если успею покажу ритуал с фемидой у меня большие планы но иногда бывает что усталость берет свое и нехватка времени берет свою я постепенно постепенно вам дарю то что хочу подарить друзья мои я стараюсь подарить то что нужно человеку чуть ли не каждый день что нужно человеку вот как бы не случай к случаю а для того чтобы но просто жизненный вопрос можно сказать у меня скоро выйдет еще одна книга не буду говорить какая потом еще планируем но вы знаете есть люди которые могут выпустить хоть 50 книг непонятно откуда взятая информация не то что непонятно которые везде есть где билиберта каши и ничего более а можно выпустить такие уникальные книги хоть одну штуку но она поможет на все случаи жизни и практику и простому человеку вот я хорошо что наконец-то набрали текст моих ритуалов я вот так бы и не собралась набрать до сих пор поверьте мне у меня времени бы не не было просто на это все спасибо девочкам я очень им благодарна потому что благодаря им вышла моя книга когда они начали набирать тексты уже как бы столько текстов набралось уже мне самой стало стыдно что до сих пор они у меня лежат и не книги они еще ну историю моих книг и прочее вы знаете ну да ладно всем сильным людям вставляли палки в колеса ну а этим ничего не достигали ну вот здесь беру иногда вот просто уже есть как бы читаю себе спокойно знаете дорогие друзья я вам скажу одну вещь ритуалы даются нам откуда-то они нам даются когда из тебя они выходят вот как у поэта поэма выходит и он потом читает эту поэму потому что она у тебя вышла из тебя все оно же не твое оно же достояние мира на же достояние людей иметь да ты автор через тебя это передано но это уже не твое поэтому иногда бывает что из тебя выходит и ты сейчас хоть убейся и не помню скажем слова того ритуала который вот я написала там два дня назад и помню все я должна их читать но это мое оно вышло от меня но это не важно как оно вышло что там случилось мне дали через меня передали и все поэтому конечно я читаю главное чтобы было у тебя был у тебя настрой и чтобы ты правильно все сделал вот собственно говоря на все случаи жизни видите вот книга вообще должна быть подразделена вот смотрите чистки защита помощь да естественно первым делом что нужно знать практику чистки защиту и помощь как все это сделать вторым делом когда приходит на деньги нужно делать человек чтобы него были благополучные дела потом ритуал необходимой практику должны быть в книге почему потому что нам самим тоже надо кому-то обращаться как-то себя укрепить и знать определенные уникальные ритуалы которые нам помогут то и другим людям в том числе вот они все обращение к силам это все необходимые практику причем лесным богам кошам фимеде черной царице азраилю так далее это все особенно снятие отцовское проклятие материнское проклятие это все ну редкие вещи которые нигде не было я почему их создала объясню вам дорогие потому что есть вещи которые практику нужно очень но он не знает где их найти не каждому практику же давно создать и каждому можно создать я уже говорила что есть те которым передают есть те которые как бы именно это использует очень неплохо и отлично это тоже знаете не каждый обязан создавать этим пользоваться и уметь этим работать тоже немаловажно на самом деле без силы ты ничего не сделаешь хоть ты до посинения читай я уверена что люди которые меня не особо долюбливают сами читают тайком сам делают их уверен так вот потом вот помощь практику что нам нужно да например смотреть дары смерти там кукла соратник защиту это кукла после моих кукол прям все начали куклы продавать вот да я фирюгам в идею они так это хорошо буду развивать и вообще знаете надо дать им должное у них прям коммерческая жилка есть вот вот прям вот отлично так они за умеют все это дело и далее что нужно еще практику месть порча самозащита правильно без этого никуда мы денемся вот все это вот скажем так то же самое о чем я хочу сказать что это тоже отличная вещь и для меня в том числе это привести себя в норму вообще ненависть врагов и зависть врагов она нас питает на самом деле я вам говорила и еще раз одна неоднократно говорил еще раз повторю что дорогие друзья все кто мне говорил убирайся с москвы и кто-то и такая они все ушли из москвы их нету здесь это сих пор здесь знаете почему потому что они день и ночь своей ненавистью меня питали когда ты представляешь что человек которого ты ненавидишь поднимется когда ничего не топьется ты же это представляешься со всей страстью а то что ты со всей страстью думаешь оно и случается в жизни иногда читаешь высказывание до людей думаешь вот такое ощущение что вот они как тупые школьницы вот которым по 15 лет вот вообще незрелые мысли незрелых людей ну ладно как бы пес с ними так вот о чем я говорю что когда мы призываем разные силы когда мы растрачиваем свою силу на людей мы им помогаем когда мы растрачиваем свою силу на близких естественно у нас есть семья у нас есть свои дела да когда мы иногда вот говорят ой я прям каждый день читаю там враги про меня пишут не так хорошо заряжаюсь ни один нормальный человек не заряжается грязью которые на него льют это нормальная реакция нормальном человеке если он возмущается это значит что ты человек который себя уважаешь если радуешься что про тебя говорят гадости значит и у тебя с психикой проблемы на но в любом случае надо время от времени просто отсекать от вампирующих тебя людей потому что когда часто произносят своими когда часто говорят определенная сила уходит на это все скажем так во первых отсечь во вторых игнор потому что люди которые пытаются получить славу через твое имя виде абсолютно игнорирование их начинают сходить с ума но в третьих еще есть воздействие много разных воздействий иногда они не понимают что служит мне что я этим всем руковожу процессом знаете может покажется смешным но иногда такие абсурдные вещи я иногда пишу своим девочкам говорю знаете вот сегодня они будут говорят про это не приходим проходит там полчаса они мне скидывают скрым смотрите они точно про это начали говорить потому что я так захотел я кукловод принять через некоторое время я их убираю ящик и таких было очень много но в любом случае как бы вы не относились какими бы вы сильными людьми не были друзья мои не забывайте очистках обновление энергии очистки помещения надо обновлять заставьте себя почему потому что этот момент как раз вам хочется спать у вас нет настроения вам ничего не хочется и прочее есть отличные чистки которые можно провести чистки своей энергетической этой зоны вот это традиционная вещь который я сама делаю время от времени солью вообще очищаю свою энергию просто убираю вот этот негатив и эти все вот всякое всякое которое накладывается на меня из-за того что я работаю с людьми естественно беру и через себя фильтрую их проблемы правильно второй момент дымом очищаться у меня есть снятие заклятий который можно сделать дымом он очень хорошо помогает третий момент булавкой или иголкой это бабушкин мой заговор который никому не нельзя давать не дамы их очень немало таких заговоров которые я не могу дать к сожалению или к счастью не могу сказать но один раз отдала и была очень сильно наказана после этого я не трогаю ее заговоры я могу на основе ее за кого-то создать но именно вот конкретно этот заговор я передать не могу и вы не поверите они там слова очень простые даже я бы сказал смешные можно сказать как-то вот вызывающие недоумение почему так говорится там но так помогает что очень ну очень эффективно собственно говоря обращение к богам веник вот или значит ой все забыла метла маленькая это береза есть еще и осина собственно говоря со временем твоя энергия она настолько уже усиливается что люди которые тоже хотели бы тебе что-то сделать уже получают еще до тебя не дошло я от порчу себя не чищу я просто обновляю свою энергетику просто обновляю свою силу скажем жизненную до призываю помощь для того чтобы усилиться чтобы мне дали еще больше сил еще больше знаний и прочее прочее я порчу себя давно давно не чищу очень давно почему потому что я просто вижу что они не работают на мне понимаете не получается был молодой мужчина который пытался что-то сделать это было года три назад мои близкие люди знают об этом мы просматривали это все этого человека не стало была бабулька которая пыталась сделать мои моим близкому человеку ольге этой бабки не знаю сейчас есть она нету но то что каждый день скоро у них держу это это факт то есть понимаете порчи на меня не ложатся и на мою семью в том числе поэтому я никогда не заморачиваюсь очистка а вот призвать удачу усилить себя свою связь с богами нам нужно постоянно напоминать о себе потому что дорогие друзья мы их жрецы не забывайте об этом а жрец или жрица не важно должен все время напоминать все время бить поклоны все время благодарить за то что дают ему все время поддерживать усиливать свою связь с силами никогда не забывая об их существовании иначе они накажут любите своих близких любите друзей любите любимых и прочее прочее но никогда не забывайте благодарности к силам почему потому что они очень ревнивы если вы кого-то любите больше них они могут это принять за личное оскорбление или лишить вас этого человека даже такое есть или можем могут сделать так что вы надолго поссоритесь и и вы будете вынуждены уже все внимание переключать на служение им поэтому чтобы такое не происходило то и вообще мне кажется мне вот лично мне приятно им служить мне лично приятно быть с ними вы знаете такое ощущение защищенности мне как-то я на сказала что мы как-то обсуждали я говорю ты знаешь честно говоря я даже не понимаю людей которые все время трясутся боятся порчи всякого всякого вот почему я этого не боюсь почему я настолько твердо уверена что мне никто ничего не сделает и не делает она сказала вы знаете дело в том что у вас очень сильная вера в эти силы и силы это видят я призадумалась наверное она права у меня действительно очень сильная вера в них и как же без веры прожить если я воочию видела то что происходило с людьми которые просто ну так безнаказанно считали что могут делать что хотят я это видела что с ними случалось потом как же мне не верить в то что они есть и они наказывают они за меня корой это нереально просто не верить в них потому что любой человек который столкнулся видел то понимает об этом как сегодня человек я его закружу его видео как-нибудь андрей правдин он сказал то есть он попросил отправил свое видео обращение в гостиной ведьми на избой и там он сказал очень правильную фразу для того чтобы убедиться работают ли ее ритуалы просто делайте их и вы сами увидите работают или нет я вот тоже говорю вместо того чтобы тявкать из кустов может вы и на себя попробуйте вот вы когда это сделаете сработает ну тогда уже будет другой разговор ну вообще вы знаете есть армянская поговорка и широко не дано знать что такое роза на то он и шаг чтобы думать как и шаг понимать то есть без разницы там ты как там объяснить скажешь если человек в упор не желает это видеть он это не увидит ну и пес с ними нам сейчас не они не интересны любом случае итак друзья мои что я хочу вам сказать берете определенную тетрадь блокнот книга теней как хотите у меня книга теней вообще для ритуалов вы знаете их у меня много но вот дабы мне не было лень искать книгу теней для себя я взяла самый обычный маленький блокнотик нарисовала гранату символ плодородия армении и масонский знак глаз который нарисован значит присутствует на долларе притягивает деньги кстати говоря я вам скажу лаврдафна очень работает очень так что пробуйте делать да это мне это мне эти сообщения или что-то еще пришло нормально я с телефона снимаю потому что я уже сколько дней в компьютер не заходила даже мне некогда так вот и записывайте себе вот все что вы должны делать даже даже пишите вот что вы должны обработать сегодня как вы должны за собой смотреть видеть я все записал помни что ты сильная ты все вынесешь ты поднимешься и всего добьешься о сама себе написала смс помню помню сильным людям дают сильные испытания но они на то и сильно чтобы их пройти и они их проходят и так не забывайте о себе друзья мои обязательно очищайте свою территорию свой дом там где вы работаете почему потому что время от времени такая тяжесть наступает вы не можете понять от чего это происходит почему вас раздраженность нервозность и так далее это происходит именно по этой причине что там просто собирается очень много сущностей которые там быть не должны должны время от времени очищать пространство а теперь я займу своим делом и по мере возможности как будет время сниму определенные вещи надеюсь сегодня смогу снять и подарить вам ну как говорят время покажет всем удачи и всех благ